Господи, Господь наш, Як отчудно имя Твое по всей земли, Як Он взяться великолепие Твое Привыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня четверг, 1 марта, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию отрывок из пророческого текста пророка Исаии. Мы напоминаем, что Церковь на будних днях, во время Седмицы, а не во время Воскресения, когда положено чтение Евангелия и Апостола, тогда Церковь читает на Седмице пророческие книги, и книги учительные, и книги исторические Ветхого Завета. Мы погружаемся, вся Церковь погружается в ожидании прихода Мессии Спасителя. Мы погружаемся в Ветхий Завет. Поэтому сегодня Церковь предлагает нам для чтения пророка Исаию. Глава 6, стихи с 1 по 12. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «В год смерти царя Азии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенным. И края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, и у каждого из них по шести крыл. Двумя закрывали каждое лице свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг ко другу и говорили, «Свят, свят, свят, Господь, Саваоф, вся земля полна славы Его». И поколебались вверхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я, «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа, так же с нечистыми устами и глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал, «Вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». И услышал я голос Господа, говорящего, «Кого мне послать, и кто пойдет для нас?» И я сказал, «Вот я, пошли меня». И сказал он, «Пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». И сказал я, «Надолго ли, Господи?» Он сказал, «Доколе не опустеют города, и останутся без жителей, и дома без людей, и доколе земля эта совсем не опустеет, и удалит Господь людей, и великое запустение будет на этой земле». Итак, дорогие братья и сестры, сегодня Церковь предлагает нам отрывок из книги пророка Исаия, 6 глава, стихи с 1-12 по 12, который мы сейчас и прочитали. И чем характерен этот отрывок, и что он говорит? Прежде всего, я хочу обратить ваше внимание на то, что мы видим здесь одну из отличительных черт всех пророческих книг. В каких-то, правда, отсутствуют эти моменты, но в большинстве они есть. Это момент призвания пророка на служение. И обычно, и по общечеловеческой логике было бы логично поставить историю и повествование о призвании, о своем собственном призвании на пророческое служение именно в начале повествования. Но пророк Исаия ставит это повествование, эту историю о своем призвании не в начало, а только в 6 главу. Почему же пророк Исаия так делает? И есть много теорий на этот счет, но одна из теорий, и мне она кажется более убедительной, говорит о том, что пророк Исаия делает некое введение, некий экскурс в историю израильского народа и в то состояние, в котором находился израильский народ. Для чего он это делает? Для того, чтобы показать необходимость своего призвания. Таким образом, показывая историю израильского народа и его внутреннее духовное состояние, его внешне нравственное, экономическое состояние, он показывает, в каком состоянии находился израильский народ. И тогда призвание и необходимость пророка становятся очевидны для вдумчивого читателя. Итак, в 6 главе мы читаем о призвании пророка Исаии. И в 1 стихе 6 главы мы читаем «В год смерти царя Азии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм». Год смерти царя Азии. Год смерти царя Азии нам известен. Это 740 год до Рождества Христова. И до этого не было призвания. Почему происходит именно в этот год, после смерти царя Азии, призвание пророка Исаия? Есть несколько мнений на этот счет. И одни говорят о том, что Исаия скорбел о том, что царь Азия неблагочестиво себя повел и вошел, святая святых, вошел в храм для совершения кождения фимиамом и тем самым проявил неблагочестивое отношение к храму и к его святыне. И в знак этого пророк Исаия оделся во вретище и ходил до самого конца дней земных царя Азии. В другой, в другом, по другой теории здесь говорится о том, что пророк Исаия, как и весь израильский народ, и был наказан Богом за то поведение, которое было у царя Азии. И был наказан израильский народ, который не получал пророка, который бы возвестил им волю Божию, и приготовил их, и предостерег от неправильного поведения. А пророка Исаия, он не допускал до служения, потому что пророк Исаия тоже был как бы наказан, потому что он молчал, когда царь Азия вел себя неблагочестиво. Но так или иначе, мы, по слову самого Исаия, мы видим, что он выходит в год смерти царя Азии, именно в 740 год. «Он увидел царя, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм». И, конечно же, пред нами предстает очень величественный образ, мистически окутанный некой тайной и величием. Исаия видит Бога. Вокруг него стояли серафимы. И о том, кто такие серафимы, есть тоже несколько мнений о том, что же это за слово. Исходя из всех контекстов, исходя из всего спектра анализа, из филологического анализа и из творения святых отцов, мы можем сказать лишь то, что серафимы – это высшие служители Бога, то есть это ангелы, которые являются носителем божественной любви, которая пожигает все и очищает все, либо пожигает, либо очищает. И у каждого из них по шести крыл, ну, все мы знаем известный образ шестокрылых серафимов. И вызывали они друг к другу и говорили. И здесь говорится о том, что они существовало как бы два хора. Они были разделены на один хор и другой. И они перекличкой взывали к друг другу «Свят, свят, свят Господь Савов, вся земля полна славы Его». И дальше идет такой очень мощный образ «И поколебались верхи врат от гласа восклицающих и дом наполнен сокурениями». «И сказал Исаия, горе мне погиб я». Здесь говорится о том, что человек, который увидит Бога, «А Исаия увидел Бога Отца», потому что Господь Савов – это образ Бога Отца, слово, которое обозначает Бога Отца. «Горе мне погиб я». И если человек увидел Бога, то он обычно умирал. Такое было представление. И это говорится нам и из библейского контекста, мы можем это же вывести. «Ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя Господа Саваофа». И тогда его очищает, к нему прилетает Серафим, который находится только всегда в присутствии Божием. Это вестники его славы и соучастники его славы. И в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника. И таким образом очищается пророк Исаия, и он готов на служение. Господь спрашивает, кто может пойти, и Исаия откликается на этот призыв и выходит на служение пророка. Итак, дорогие братья и сестры, мы с вами прочитали историю призвания пророка Исаии на свое пророческое служение. Оно действительно очень сильный, дает нам очень сильный и мощный образ, ветхозаветный образ начала пророческого служения. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его стороны обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, як отчудно имя Твое по всей земли, як он взяться великолепие Твое превыше небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова